Приветствую вас, друзья и не другие. Филипп Киркоров. Ну, ни одну песню я его никогда не мог дослушать до конца. Ну, не мое это. При этом, сам он как персонаж. Мне очень импонирует. У него есть самоирония, редкое качество шоу-бизнеса. Ну, и вообще, среди двуногих. Адекватное чувство юмора. Да, он взрывной. Да, он может там наехать на журналистку в розовой кофточке. Ну, или вообще там руки распускает. Но это такой балканский темперамент. При этом он очень-очень излобливый. Посмотрите, как достойно и миролюбиво он ответил своему преемнику на ложе Примадонны Максиму Галкину. Действительно, столько лет дружили, и что сейчас... Он всегда был такой злой на язычок. Если Филипп в прозрачных колготках появится на фронте, то перемирие на несколько дней обеспечивается. Слушайте, ради сохранения мира, если надо, пойду в колготках на передовую, если это спасет ситуацию. Знаете, меня ничем не испугаешь. Я и на это пойду. А может, он как пророк сказал. Неужели никогда вот не расстраивайтесь? Да нет, ну, конечно, расстраиваюсь. Но только не из-за таких глупостей, такой ерунды. Давайте. Это процентное отношение. Я не могу. Натя, а вот почему уже научились отступать? Ремейки делать. Я не хочу, что вы меня фотографируете. Вы мне надоели. Меня раздражает ваша розовая кофточка, ваши сиськи и ваш микрофон. Да мне похуй, как вы напишете. Так же, как и вы. Не люблю непрофессионалов. Непрофессионалам тут делать не эти. Вы что, хочешь, чтобы я сейчас ушел отсюда? Я уйду. Ну, я не уйду, потому что уважаю других ваших коллег. А вы отсюда уйдете. Что, взяла и ушла отсюда? Встали и ушли. Да, я считаю, нормально. Встала и ушла отсюда. Ремейки, видите, большое количество. На пресс-конференции к звездам надо приходить подготовленными. А не так, как вы. Вчера у подворотни, а сегодня здесь, на втором ряду. Все, до свидания. До свидания. До свидания. Говорите сначала, да. Научитесь говорить сначала по-русски. Да. До свидания. Все. Да. Пизда. Вот вы сказали, что для вас это вот такой момент, как бы возвращения в золотой состав. А сразу возникает вопрос, у вас супруг не ревнует, что вы снова будете как-то общаться с Филиппом Киркоровым в достаточно... Ой, вы знаете, Филипп Киркоров, это, пожалуй, единственный человек, которому он не ревнует. Он достаточно у меня горячий, ревнивый. Ага. Я сама этого хотела, чтобы вот рядом был со мной именно такой человек. Так. И, ну, к Филиппу нет, потому что, знаете, Филипп, это же было такое чувство неоднозначное, это не была любовь, как к мужчине. Это было... Это было увлечение, я так понимаю, все-таки. Это было... Это было... Нет, слово влюбленность вы точно употребляли в своем интервью. Да, я была влюблена, но это не было, понимаете, не каждый психолог, наверное, сможет разобраться в том, каково это чувство. Это какое-то смешение учителя, наставника, где-то чуть-чуть отца, чуть-чуть брата, человек, который в тебя поверил, который сказал, что ты будешь звездой, ты просто... Будешь женой, сказал он. Причем много чего говорил, да, и не выполнил, между прочим, я, конечно, очень обиделась на тот момент. Вы стали звездой, так что я считаю, что как минимум... Слушайте, ну звезда, сейчас у нас все звезды, звезда для меня это, ну, это... Нет, ну, я понимаю, что... Я просто известный человек. Скромничать, но вы, на самом деле, звезда. Нет, нет, я помню вас еще в Театре Луны Руденштейн зазвал. Да, как раз на спектакле, где мы участвовали с Марком Руденштейном, Филипп меня увидел. Да, и вот он говорил, там такая есть рыжая, такая рыжая, ты просто вот это с ума сойти, и просто вот заставил нас с супругой прийти, мы увидели вас, и сразу было понятно, что вы звезда. Правда, спасибо. Кстати, спасибо папе с мамой, которая вас сделала, как я обычно в таких случаях говорю. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.